Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Калина Игорь Леонидович, тренер по джиу-джитсу. Здравствуйте! Добрый день! Игорь Леонидович, какие виды боевых искусств вы преподаете? Я преподаю в основе своей джиу-джитсу в различных ипостасях. Ну и немного я занимаюсь смешанными наборами ММА. Насколько мне известно, у вас есть и так называемый бразильский джиу-джитсу. Расскажите, что это за направление, что это за разновидность? Бразильский джиу-джитсу есть. Это одна из разновидностей джиу-джитсу. В Бразилии оно основано и сейчас по современному миру оно растеклось. Очень популярно, набирает популярность в нашей стране. Мы его не так долго осваиваем, но уже несколько лет достаточно прилично. И уже кое-каких даже успехов добились. Очень интересное направление, очень перспективное. Многие называют его спортом 21 века. Ну, там есть причины, почему его так назвать. И вот с большим интересом мы к нему относимся. Я вот очень ему увлечен. Хотя у него же как бы возраст может быть поздновато, но увлечен. А вот чем бразильский отличается от обычного? Ну, там принципиальное отличие. Бразильский джиу-джитсу это в основе работа в партере на полу. Стойки там гораздо меньше. За счет этого более изощренная техника партера. Оно и в традиционном-то есть. Из японского джиу-джитса и бразильца их учил то японец. Но как бы и времени больше на определенной технике. И они, конечно, в партере кудесники, да, вытворяют там очень такие вещи. Ну, плюсов много, там, менее травматично. Детям проще, там, начинающим. Достаточно интересно это. Смотрится это, ну, такой неискушенный зритель. Он сначала не поймет, там, возится двое в это. Но когда люди в эту тему въезжают, скажем так, то они прям фанатами становятся. Очень интересно. Ну, там в ММА есть яркий представитель, заканчивает это все на полу. Ну, как бы интересные истории. А вы вот сказали, что бразильский джиу-джитсу это спорт 21 века. Почему? Ну, есть такое мнение. Я, кстати, с ним во многом согласен. Там до сих пор придумываются приемы. Ну, то есть мы возьмем, ну, любой вид. Ну, я не знаю, там, любой вид. Ну, дзюдо очень мною любимый. Я начинал с дзюдо, и я очень его люблю. Я вообще считаю дзюдо лучшим боевым искусством. Ну, что там сейчас придумают? Все приемы известны. Ну, их там модифицируют, там, каждый мастер под себя что-то. Но все равно это тот прием. А в джиу-джитсу в бразильском мы видим буквально 2-3 года абсолютно новые действия, которые, ну, и вообще, там, мы понимаем, как человек к нему пришел, все. Но я даже не представляю, откуда оно вот у него взялось там. Ну, так тело его сработало. То есть прям абсолютно. И они все время придумывают и придумывают приемы. Вот вы говорили, что детям просто. А вот ваши секции занимаются как дети, так и взрослые, или только дети? Дети занимаются, взрослые, да. Но у меня как бы, у меня вообще, ну, не от хорошей-то жизни, у меня вместе занимаются и дети, и взрослые. Я просто стараюсь чуть-чуть их разделить, чтобы там взрослый не упал на ребенок. У меня такая проблема. И плюсы, и минусы в этом есть, конечно. Я сторонник вот подобных вещей. Но на высоком уровне, это не говорит о том, что человек там, уровень там у него уже такой, а рядом там ребенок возит. Конечно, нет, там профессиональные спортсмены готовят отдельно, по-другому. А вот в общем, мальчики, да, вместе занимаются и дети, и там, и мальчики, и девочки, мужчины, и женщины. А вообще, каких успехов добивались ваши воспитанники? Ой, ну, долго. Много чего добивались они. Да и выигрывали, проигрывали. Это целая жизнь, об этом мы не расскажем. Но у меня последнее достижение моего ребенка, дочерь моя, она как бы давно занимается. И недавно просто это относительно произошло. Она у меня вот выиграла чемпионат мира по джиу-джитсу-биладзе, такой раздел есть в спортивном джиу-джитсу. В Абу-Даби был вот чемпионат, это проходил, там жесточайшая конкуренция была. Уровень растет, она выиграла. Очень тяжело к этому шла, очень серьезно готовилась. Такое непростое было время. Она понимала, что она и хотела его выиграть, но она как бы профессионально хочет этим за ним выигрывать. Очень меня, конечно, это порадовало. Вот такое последнее достижение, серьезное, скажем так. То есть, получается, что у вас секции как мужчина, так и женщина занимаются? Ну, девушки, да, девушки и юноши занимаются. Сейчас у меня, опять, у меня все время было достаточно много девушек, не знаю, почему это происходит. А вот есть отличия какие-то в тренировках для юношей и для девушек? Да нет, я бы не сказал. Таких принципиальных, ну, понятно, что это юноши, это девушки, но принципиальных нет отличий. А вот давайте немножко поговорим о вас. Какими видами боевых искусств вы занимались, как вот пришли к бразильскому джиу-джитсу и джиу-джитсу? Какое-то я сказал в одном из интервью, сколько себя я помню, я все время занимаюсь. Ну, я с детства-то начинал не... Я такой не был конфликтным ребенком таким, как бы, ну, там жизнь дворовая заставлял. Ну, я там занимался гимнастикой, спортивной, меня это вполне устраивало все. И там, как бы, физические кондиции были, а там драться-то во дворе можно и без. Серьезно я в армии занялся. Ну, так случилось, у меня жизнь сталкивалась с такими людьми, которые, вот, некое воздействие на меня. Вот, я познакомился с тренером, очень такой удивительный человек. Он погиб трагически, к сожалению. Вот, он был тренером под дзюдо. Вот, я борьба, как бы, ну, я, там, мне больше, там, каратэ нравился, там, занимался, там, бокс интересный мне был. Вот, о борьбе я не думал вообще. Ну, я и такой, по конституции, это, как бы, не воспринимал себя борцом. Всегда был таким худеньким ребенком. Вот, а вот человек меня, вот, заразил, я вот загорелся, загорелся. Вот сейчас я вижу, что у меня, так, ребята загораются от джо-джитса. Вот, я себя вспоминаю. Вот, и вот он меня тренировал, там, это в армии все происходило, ну, представляете, да, службу, по ночам тренировались, там, где-то стоя в наряде, вот, уходили в зал, да, ночью тренировались, вот. И я, там, достиг в армейском спорте успехов определенных, очень, там, на меня надежды возлагали, перспективы. И, там, тяжелейшую травму я получил, и, как бы, все, там, с серьезным спортом было закончено, вот. Ну, и все, там, по этому поводу переживали, вот. А я хоть человек амбициозный такой достаточно, я почему-то не переживал. Вот, наверное, уже тогда я понимал, что спорт – это только часть боевых искусств, причем не самая большая. И я, вот, все, ушел в это, во все. Я многими видами занимался, и это мне очень, вот, помогло. Вот, даже сейчас, вот, в ММА, там, меня, ну, никакие, ни одна из техник, которые, включая, там, капоэру, там, и прочее, меня это не удивит. Я это все прекрасно понимаю, и своим ученикам могу показать любой прием. А вот в карате есть пояса, а в джиу-джитсу… Даже более сложная система поясов они там придумали, ну, у них там своя логика. Есть пояса, и у них интересная, там, система, вот эта поясная, она предусматривает. Ну, у нас, вот, у нас в стране наш спорт – это, в основном, система присвоения разрядов и мастерских степеней. Вот. И сейчас, вот, на стыке произошло, значит, есть и та система, и поясная система пришла. Это, вот, оптимальный вариант, который, вот, соответствует пониманию развития спортсмена, развитию тренера. То есть, ясно, вот, человек, вот, он, почему, вот, он мастер спорт, он выиграет соревнования. А почему у него, значит, пояс, его техника соответствует, там, неким критериям, вот. Да, можно получить пояс, выиграв соревнования. И, там, логика, соответственно, он же по этим поясам-то выиграл, значит, он лучше, чем они. Это не совсем верно, он, там, мог выиграть, там, ну, сетка так сложилась, там, да, он выиграл. Вот. А в технику, там, влезешь, ее, там, не, как бы, немного. А здесь, вот, все четко. Понятно, здесь, вот, мастер спорт. У них на Западе подобного нет, у них только пояса, и там очень сложно понять, вот, по поясу, насколько человек, как бы, ну, только с ним побороться, если там сразу все, вот, оно вылазит, кто есть кто. Удобно, очень у них удобно это, да. А вот у вас какой пояс? Ну, есть у меня, но у меня много поясов, я в разных стилях доходил, ну, я долго занимаюсь, там, да, вот эту мечта всех детей, там, черные пояса, там, у меня. Но я горжусь своим черным поясом, у меня второй дам по дзюдо, дзюдо Будакан, это одна из, значит, весь такой гениальный, я считаю, его мастер, Йон Блюнин, голландец, вот, он присвоил мне второй дам, и на этой аттестации присутствовал наш известный очень человек, Сергей Косоротов, чемпион мира по дзюдо, вот, он мне на этом сертификате еще дополнительно расписался. Для меня это очень, я немного у него занимался, но очень честь большая. В бразильском джу-джитсе у меня пурпурный пояс, ну, это серединка-то, как бы, вот. Но по канонам бразильского джу-джитса, если вы мастер спорта по какому-нибудь виду борьбы в ги или, вот, то вам сразу должны присваивать синий, он соответствует черным поясам в других видах единоборств. Поэтому, как бы, здесь ясно, что уже вот просто на пояс вышел, ну, а там до черного-то еще далеко. Ну, это, как бы, к этому стыдно, дело-то не в поясах. Понятно, что, когда уровень придет, ваш сенсей-то, он, вот. Ну, я, вот, у меня дочери давали синий, я там скандал устраивал, считал, что рано. Вот, я к этим вещам отношусь очень, вот, не нужно торопиться в таких вещах, торопиться не нужно. Не в поясе там дело, пояс – это не критерий. Нужно тренироваться, тренироваться. Игорь Леонидович, вот такой, может быть, неловкий вопрос, а сколько вам лет? Я вот юбилей буквально несколько, ну, пару недель, вот, мне 55, поздравляли, вот, меня, вообще, друзья мои, с кем-то, мне очень, вот, очень приятно. Ну, вот, мне все говорят, и друзья, с кем я занимался, и я до сих пор вот езжу, я многих очень знаю специалистов, таких известных в нашей стране, вот, не так давно я был одного, и потренировался у него, выдержал, там, каким чудом я, у него там сложный, он сказал, вот, и еще, значит, в это. Ну, нет, уже не то, конечно, не то, но я стараюсь, я вот йогой серьезно занялся, я понимаю, что я на пальцах, вот, бразильский джи-джитс на пальцах не покажешь. Это просто невозможно. Учеников такого уровня, чтобы, вот, я сказал, ну-ка, покажи, еще у меня нет. Там, я надеюсь, что они бы, но пока нет, и я должен буду показывать все сам, вот, и это меня, вот, заставляет каждый день вот тренироваться. Уже, конечно, возраст дает, а себе, значит, отрывается уже, да. А вот такой, может быть, совет какой-нибудь дадите, как поддерживать себя в форме, как не потерять бодрость духа? А вот о бодрости, да, здесь более, я вообще вот читаю, ну, приходят разные люди заниматься, вот, сейчас многие люди приходят заниматься ММА. Я на них смотрю с таким легким, ну, как бы так, недоумением, ну, там, спрашиваешь, почему, ну, в основном, значит, для самообороны. Ну, это очень, как бы, такое своеобразное понимание самообороны ММА, это все-таки немного другая история. Ну, часть, вот, там, стресс после работы пытается таким образом сбросить, ну, тоже очень, как бы, вот, это именно для бодрости духа, вот, должно быть. У нас, конечно, и так жизнь непростая, и действительно, и стресса хватает, и все, и работа у многих такая, вот, и нужно вот что-то яркое, что человеку может переключить, потому что сидеть там вечером на диване, там, с бокалом пива, смотреть футбол, ну, это не то. И вот я считаю, единоборство, да, не для каких-то там соревнований, а вот именно для вот этого, очень помогает. Ну, у меня вот очень-то пожилых нет, ну, только вот традиционно, но у меня даже вот ребята уже, там, им за 20, и они недавно только пришли, и они еще собираются выступать, и все, и меня вот это очень радует, что они не где-то там, значит, шатаются, а вот тренируются. Ну, ММА там вообще уже, вот, на них смотришь, там, и по 20 лет, они, он уже думает, как профессионал. Другой вопрос, что там, как же и сложится, вот, но это вот радует, вот, радует. Я в основном-то вот из-за этой работы, вот, чтобы, как бы, люди занимались вот боевыми искусствами, чисто боевыми искусствами, искусствами. Вот, здесь ключевое слово – искусство. Игорь Леонидович, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня, и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова